Идет сбор у нас малины. Собираем через каждые два дня. Смотрите, какая сильная в этом году малина. И высокая, и крупная. Очень хороший сорт малины. Я показывала ролик, называла, что это у нас карамелька. Первые ягоды вообще были огромные, малины. Но почему-то стали мне писать, что это не карамелька. Но нам так продали. И сказали, что это именно карамелька называется. Ее очень много. Сегодня у нас 16 сентября. А у нас еще ее полно. Даже и цветет еще, продолжает цвести. Вот она такая хорошая у нас малина. Она у нас между парниками. Так, ну я сейчас пройду дальше, покажу. Уход, полив. Только весной мы и подкармливаем один раз. Я тоже рассказывала, как мы ухаживаем за малиной. Вот она. Если вот так вот показать. Вот у нас парники вдоль полностью. Это три. И здесь у нас сетка между соседским забором. Там еще помидорки у людей еще стоят, лежат. Вот они. И наша вот малина. Какая красота. И главное, что она сладкая и возревает. Еще и будет, будет до самых морозов. Так вот. Такая хорошая малина. Крупная. А первая вообще была ягода. Крупная. Самая крупная. Этой малины. В ролике, где я показывала про малину, там спрашивали, часто ли я сажаю. Вот смотрите. У нас кусты. Вот она. От куста где-то сантиметра 50, наверное, 60 где-то будет. Ну, этот сорт особо и не разрастается. Я бы не сказала, что он прямо лезет к нам у теплицы. Но нет. Ну, вот такие вот расстояния. Именно вот смотрите, какое расстояние. Вот куст и вот куст. Вот такие вот расстояния. Между кустами. И они вот разрастаются. Вот такие высокие. Очень малина любит, чтобы была влажная почва. Тогда будет и малина. Малина у нас посажена, как видите, с северной стороны. Вот из теплицы текает у нас вода, когда дожди идут. И нашей малине достаточно здесь влаги. Поэтому она у нас вырастает такая высотой до 2 метров. И дает хорошее урожай. Зреть будет и до мороза еще. Вон она какая зеленая. Да. Вот такая вот крупная малинка. Где-то вот ведерко 5 литров. Где-то 4,5 литра мы выбрали малины. Такая вот хорошая малинка. Это уже получается не крупная, а средняя. Эту ежевику мы привезли из леса. Маленьких 2 таких кустика. Вот поэтому она у нас лесная и прижилась вот в нашем саду. И неплохо, вот как видите, плодоносит. Она сильная. В этом году ягода прямо одна на одной. Очень полезная ягода. Это ежевика. Начинает спеть. Ее также можно замораживать, варенье, компоты готовить. Она очень-очень полезна. Здесь столько много витаминов. Целая аптека витамин. Мы ее посадили. Специально такое место отвели. Именно для ежевики. Она у нас молоденькая. Первый год еще. Но уже дает хорошие ягоды. Ежевика созревает не сразу. Она постепенно. Поэтому нужно собирать ее. Если же дать переспеть, она сама просто опадает.